Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Огромное спасибо за те десятитысячные просмотры роликов о фикс прайсе, которые я стала получать благодаря вам, благодаря зрителям. Возможно, тому, что вы делитесь со своими друзьями. Каждому отдельное спасибо. Каждого крепко обнимаю и очень от души сердечно благодарю. Итак, я решила сделать небольшое видео про канцелярские покупки. Значит, смотрите, что мне очень понравилось. Мимо чего я просто решила не проходить. Мне нужен какой-то нестандартный блокнот в руки всегда. Это, девочки мои, блокнот. Он выглядит, как надкусанная плитка шоколада. Там были розовые и вот такие беленькие. Ну и плюс потом, я думаю, что на съемках это будет выглядеть классно в качестве антуража. Для съемки детской, как будто малыш кусает шоколадку. Но вообще на самом деле там замаскированный блокнотик. Листочки не линованные, очень-очень тонкие. И они вот так вот сделаны. Вообще здорово. Отличная задумка, отличная стоимость. Это очень, как вам объяснить, это силикон. Короче, это силикон. Проблема, конечно, в том, что он будет заляпываться. Ну, не знаю, может, косметичку помещу, чтобы он не так заляпывался от сумки. Потому что сумочки у меня по большей части темные. Вот. Классная штучка. Очень нравится. Хотите, покупайте, хотите и нет, но я взяла. Значит, вот такой прозрачный степлер с набором скрепок этих специальных, скобы. Тут написано номер 10. Под вот этот степлер. 50 рублей, разумеется, это стоит. Потому что еще 100 лет назад в нашем городе степлер, вот эта вот штучка, чтобы скрепить бумагу. Она там шкалила вообще в районе нескольких сотен. Вообще, в принципе, я рада, что фикс прайс пришли к нам в город. И продолжайте развиваться. И пусть у вас все будет хорошо. Потому что реально ваши покупки радуют. Так вот, ангарчане. Значит, чтобы получить эти стаканчики, я их видела в видео у девочек очень-очень много раз. И когда я там была, я никогда их просто не видела. Я прихожу в квартал. И вылавливаю продавщицу. И говорю, а где вот эти вот стаканчики железные, канцелярские? Вот их все показывают, показывают. А я уже два года, наверное, хожу в фикс прайс. И я их ни разу не видела. И тогда она полезла куда-то в зале же укропа. Причем тут же в зале это было, то есть под канцелярскими товарами. Там была такая какая-то ниша. Там порылась и достала пять штук. Две таких, две таких. И вот одна у меня серебристая. Я решила взять все, чтобы не париться. Потому что часть стаканчиков у меня пойдет на гримерный стол на работе. Часть у меня пойдет на вот этих вот... Значит, под ручки там, под линейки, под ножницы. И вот такие скоросшиватели. Здравствуй, телефон. Я не могу разговаривать сейчас, к сожалению. Я пишу видео. Так вот, значит, очень классные папочки. Они идут по 30 листочков. Папка с файлами, 30 штук. Распечатывать не буду. Можно так посмотреть. Она ничем... Она более тонкая, я бы сказала. Но если просто лежать в офисе, на столе... Начинаются первые звоночки от иркутских моделей по промоакции, которые у нас проходила в торговых центрах, фудкортах Иркутска. Скоро мы задействуем еще несколько площадок и несколько точек. Мы ищем красивых, уверенных в себе, веселых, позитивных. Также мы набираем промо-группу. Кстати, для взрослых девочек Иркутска-Ангарск, кто смотрит, обращайтесь ко мне. Ссылочки все я оставлю под видео. Итак, папки классные. Их там много. Единственная проблема. Они лежали на витрине, где было написано 2 по цене 1. Ну и я, соответственно, взяла 3 штучки. И потом на кассе выяснилось, что это все... Не по какой по 2 по цене 1. Это все просто по 1. Ну ладно там. В принципе, такие папки с мультифорами везде стоят гораздо дороже. Поэтому я думаю, что и папки тонковаты, и мультифоры тонковаты. Но чтобы просто какие-то бумажки были в порядке, нормально, яркие цвета, детское агентство. Тут у нас анкетки, тут у нас договора об обучении. Нормально справятся они с этой задачей. Тем более у меня канцелярий и зарубежные в том числе очень-очень много. Так что это все растворится в том, что есть. А это коврики. Их у меня, раз вы видите, такой прям леопарды и тигры. Вот такой прямо, вот еще один. Вот еще один такой же. Вот еще один, значит, еще леопарды и непонятно что. Это уже другая разновидность. И вот еще, еще одна разновидность, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, в целом они все одинаковые. Опять же, открывается офис, скоро будет осень, скоро будет грязь, скоро будет коврик на входе в офис. Просто необходим. Иначе я помню, у нас на Горького, когда был офис, это был просто шиндец. Я не собираюсь. Я, наверное, просто их буду использовать, может быть, снаружи двери в подъезде, может быть, вот действительно в офисе. Ну, так я взяла, потому что, во-первых, они все одинаковые. Их можно располагать рядом, сейчас я покажу. Вот, их можно располагать рядом друг с другом. И все, собственно. То есть, все супер. Они идентичны по размеру. Сейчас я скажу, какой у них размер. Вам наверняка это интересно. 0,4х0,6. Полиамид и основа войлок. Эти коврики достаточно качественные по сравнению с другими, которые прямо от ряпочки. Тряпочки, а стоят так же. Да, они нежные, мягкие, классные, но это просто до первой стирки. Я это, как хозяйка с опытом, понимаю прекрасно. И когда мы ходили, покупали, делали покупки, там еще девушка такая, начинающая хозяйка, нам лет 20 была. А вот я, она стояла и выбирала между пушистым, мягким или вот этим. И сказала, что как бы этот будет просто более долговечный. А вообще у нас в городе засилие ковриков с резиновой основой. То есть, ну такой же самый, но вот здесь на обороте резиновая основа, которая со временем начинает крошиться, истрепываться, сыпаться. И вещь тоже достаточно. Я вот как бы войлочную ни разу не пробовала. Ну, я посмотрю, попробую и потом обязательно вам расскажу. Если это интересно, то спрашивайте, я обязательно отвечу. Вот такие три упаковки вешалок я купила в офис. Мы заказали гардеробную из Икеи. Мы будем ждать ее скоро по почте. Значит, сразу говорю о проблеме вот этих вешалок. Они очень экономные. На них хорошо размечаются шарфы, платки, юбки, брюки, топы. В общем, все супер. Девочки, смотрите. Вот эта сама дуга, она коротковатая. То есть, когда они вот так висят, она только чуть-чуть цепляется за штангу. Здесь надо либо ее самим докручивать, либо просто очень осторожно ходить. Потому что если вы будете ходить мимо гардеробной и задевать это все плечом, это все может просто посыпаться. Вот как бы проблема этих вешалок. Я надеюсь, сотрудники фикс-прайса меня смотрят и не ищут в моих видео только какой-то адский ад. А вот реально поговорите с производителями. Проблема в том, что они сыпятся с кронштейна. То есть, сама вешалка вечная. Она сама по себе вечная. Вот эти вот очень плотные штуки. Они на пружинках тут. Они держат, я думаю, они выдержат слона, как и они. Ну, вот это вот, это реально проблема. Совершенно бомбивнейшие, потрясающие просто шапки, которые я купила не себе. У нас будут сейчас очень много промо-групп. И я так сразу увидела розовая шапка, розовые ногти, розовые губы. Оранжевая шапка, оранжевые ногти, оранжевые губы. И черная шапка, черные ногти, черные губы. И вот такое будет промо там в количестве трех человек. Я еще вчера... Это я покупала в Квартале. Там, где посудоцентр, я была вчера. Я увидела потрясающе бомбезно, ярко, чисто белую. Но когда я ее перевернула вот так, я уже все настроилась ее брать. У нее, короче, были побежавшие петли. Поэтому смотрите, все-таки аккуратнее. Смотрите и выбирайте там аккуратнее. Они вот с такими крючочками. В общем, они очень классные. Шапка называется Man Style. Короче, да. Название бренда говорит саму за себя. Это, разумеется, не для мальчиков. Man это еще или man это... Не знаю. Кто знает, напишите. Man это не всегда означает мужчина. Это еще иногда означает человек. В общем, человеческий стиль по разумной цене. Это новые веточки сакуры. Новая орхидейка. И еще у них там появились мелкие цветы сирени. Она тоже бывает там разных цветов. Бывает фиолетовая, прям сиреневая, лавандовая. И вот такая белая и розовая. Я специально вот эти все мелкие цветы купила для украшения клеток. И когда я вчера уже их покупала, прям... Вот я серьезно, девчонки, я не вру. Вот эти вот цветочки, в общем, начали отлетать. Представляете? Сейчас мне придется искать, куда бы этот цветочек насадить. Ну, в принципе, насаживается он очень быстро и легко. В общем, это было исключительно для оформления клеток, которые я буду использовать в фотосъемке. И вот такие были нежные цвета выбраны. Даже если клеточка заляпается, можно будет либо постирать с отбеливателем, потому что тут как бы белого цвета больше. Либо, ну, я не знаю, либо просто поменять, не знаю, там, вечер делов, проволока, ловкость рук и вообще все супер. Фотоаппарат высаживается, батарейка на нуле. Но я покажу вам свои канцелярские покупки из фикс-прайса. Тоже бралось для офиса. Я убираю шуршалку. Вот название фирмы. Значит, приобретено в фиксе. Потрясающе красивая дорогая обложка. И здесь разного цвета просто бумажки. Они не клеящиеся. Это так, не знаю, записать телефон, адрес, если модель там куда-то едет, на выставку, чтобы она не заблудилась, не потерялась. Вот такое можно иметь всегда в кармане. Что порадовало? Вот тоже блок нот. Вот раздербанила я, чтобы что уже вам упаковки-то показывать. Я показываю непосредственно. Это липкая бумага. Вот, видите, да? Это липкая бумага. Она такая же, как в магазинах, которые стоят дороже. Еще раз напоминаю. Вот такой блокнотик. Но я думаю, что эти листики не должны вываливаться, во всяком случае, первое время. Вот такая еще штучка. Это 80 на 80 400 листочков. Это что у нас? 400 листов бумага для заметок. Вот такой золотой человечек. Все. Очень просто. Еще раз показываю. Степлер со скобками. Всего за 53 и всего за 53. 15 ручек. Одну уже куда-то взяли. Классно, когда в сумке такое. Вот такое средство для мытья окон, для уборки. Я купила в фиксе и я буду мыть окна. Скоро осень. Скоро снег выпадет. Вернее, осень. Скоро снег выпадет. Нужно помыть окошечки. Закрыть их. Залепить там всякими ленточками. Кстати, тоже из фикса. 1, 2, 3, 4. I see you tap your feet. You're on the city beat. You're really looking slick. I think your shoes are sick.